Жители поселка Красково ждут строительства новой школы. Из-за нехватки мест в ближайших общеобразовательных учреждениях дети вынуждены учиться во вторую смену. Какие неудобства доставляет это школьникам и родителям, узнала наша съемочная группа. Я не как-то разбиваюсь, потому что утром нормально не получится что-то успеть сделать до начала уроков. А потом уже очень мало времени до укладывания остается. Учеба во вторую смену мера вынужденная Кореневская школа 59 построена 90 лет назад. До того, как ближайшие поселки стали активно застраивать, ее мощностей хватало на всех. Сейчас здание старой постройки перегружено. Тесно очень. Я уже привыкла. У меня скоро выпуск получается. Но вот у меня сестра в следующем году пойдет первый класс. Я не знаю, как они будут учиться. Что еще классы дополнительные уже не влезут, мне кажется, в школу. И классы маленькие, и столовые, и как бы вообще очень мало места в коридорах. Постоянно очень много народу. Детей приходится возить постоянно по 40 минут. Людям тяжело, люди устали. Инфраструктура нам всегда нужна, надо понимать. Потому что людей меньше не становится, все только прибывают. Наш район развивается. Мой ребенок также учится во вторую смену сейчас. И это очень большая проблема для наших детей, потому что мы не можем, как все дети, пользоваться всеми кружками. Они в основном рассчитаны на детей, которые учатся в первую смену. Соответственно, после уроков начинаются кружки. А наши дети в это время только в школе учатся. И приходят очень поздно. Дефицит школьных мест возник у жителей Жеканова-Кроскова. По проекту на территории жилого комплекса должны были построить школу. Но уже около двух лет застройщик не может выполнить свои обязательства из-за разногласий, связанных с местом строительства. Поиски локаций для возведения школы привели на земельный участок, расположенный в лесополосе. Мне известна обеспокоенность местных жителей, связанная с тем, что в лесу планируется строительство школы. Но я уверен, что власти, которые принимали решение строить это именно здесь, проанализировали все возможные варианты. И, естественно, у них не было задачи построить эту школу в самом густо засаженном деревьями участке леса. Здесь я вижу много сухостоя, однозначно. Не так много больших взрослых деревьев. С появлением школы участок, заваленный мусором и сухостоем, будет выглядеть по-другому. Территорию вокруг объекта образования благоустроят и высадят на ней компенсационные деревья. По вопросу строительства школы в поселке создана рабочая группа, которая будет держать под контролем все этапы работ. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.